Здравствуй, дружок! Сегодня мы послушаем сказку, которую написал нечеловек. Защитники света. Тайна города на границе миров. В городе, где современность и фантазия сливались в одно целое, каждый вечер с наступлением сумерок небо освещалось таинственным светом восходящей луны. На границе двух миров, где высокие стеклянные башни соседствовали с изящными сказочными домиками, происходили удивительные события. В самом сердце города, на крыше одного из старинных зданий, жила семья горгулей. И эти существа, высеченные из камня, просыпались лишь с наступлением ночи, когда весь город погружался в магический полумрак. Глава семейства Гаргулиус был мудрым и справедливым покровителем своих детей и всех жителей старой части города. Однажды во время одной из своих ночных прогулок Гаргулиус заметил странные тени, скользящие между зданиями. Он последовал за ними и вскоре обнаружил, что это были никто иные, как темные духи, пытавшиеся проникнуть в город из другого измерения. Они искали магический кристалл, который, по легендам, хранился где-то в городе и обладал силой соединять и разделять миры. Гаргулиус понимал, что кристалл должен быть защищен, иначе баланс между современным и волшебным миром будет нарушен. Он решил обратиться за помощью к старейшине волшебников, которого звали Элдриан. Элдриан жил в самой высокой башне города и обладал знанием древних заклинаний. Вместе они отправились в путешествие по городу, искать подсказки о местонахождении кристалла. Преодолевая различные препятствия, они путешествовали от современных небоскребов к волшебным домикам, каждый раз узнавая что-то новое о своем городе и его тайнах. По пути они встретили множество разнообразных персонажей, от уличных музыкантов, играющих мелодия, способных открывать тайные двери, до таинственных торговцев, предлагающих волшебные артефакты. Каждая встреча была уроком и помогала им приближаться к разгадке. В одной из таких встреч они познакомились с загадочной девушкой по имени Лира, которая умела общаться с животными. Она рассказала им о древнем пророчестве, согласно которому кристалл можно было найти только с помощью сердца, свободного от страха. Гаргулиус и Элдриан поняли, что это означало, что кристалл откроется тому, кто искренне любит свой город и желает его защитить. Они продолжали свое путешествие, собирая информацию и решая головоломки, оставленные предыдущими поколениями жителей города. В конце концов, их путь привел к старинному парку, находящемуся на границе двух миров. Там, под старым дубом, они нашли каменную плиту с надписью, которая оказалась последним ключом к местонахождению кристалла. Кристалл охранялся древним драконом, который веками спал под землей. Этот дракон был создан древними волшебниками, как защитник кристалла и баланса между мирами. Дракон пробудился от приближения Гаргулиуса и Элдриана, чувствуя их чистые намерения. Гаргулиус, используя свою мудрость и знание древних заклинаний, смог успокоить дракона и объяснить ему ситуацию. Дракон, понимая, что перед ним стоят истинные защитники города, предоставил им доступ к кристаллу. Кристалл оказался внутри гигантского цветка, растущего в самом центре парка. Как только Гаргулиус и Элдриан прикоснулись к кристаллу, они почувствовали огромную энергию, проходящую через них. Элдриан использовал свои знания, чтобы активировать кристалл, и в тот момент вся темная энергия, накопившаяся в городе, начала рассеиваться. Темные духи, которые стремились захватить город, были оттеснены обратно в свой мир. Город вновь обрел свой мир и спокойствие. Гаргулиус и Элдриан, став героями города, поняли, что их задача здесь еще не окончена. Они должны были продолжать защищать баланс между мирами. История Гаргулиуса и Элдриана переходила из поколения в поколение, напоминая жителям города о важности баланса между реальным и волшебным, между прошлым и будущим. Город продолжал процветать, будучи местом, где магия и реальность существовали рядом, в гармонии и мире. Спасибо, что дослушали. Приятных сновидений.